Сегодня у нас передача будет о луковичных цветах, которые мы сажаем весной. Хотя, собственно говоря, вот такие вещи, как бегонии и лилии, можно сажать круглый год. Что касательно бегонии. Бегонии клубневые. Мы говорим о бегониях клубневых. Вот такие вот клубневые бегонии. Они могут размножаться семенами. Из семян вырастает вот такой клубень, и этот клубень у вас может расти несколько лет. Но самое главное, надо правильно с ним обращаться. Если вот видите, значит, у клубня вот такая ямочка, а здесь донышко вот такое. Так вот, вот так нельзя сажать. Сажается ямочкой кверху, росточки сверху. Вот когда вы покупаете луковицу, еще не проснувшуюся, здесь, ну вот, чуть-чуть вот только росточек появляется. Здесь уже большой росточек, вот. А здесь только появляется чуть-чуть росточек. Вот. А есть луковицы, которые еще не проснулись. У вас голова болит. Как же ее правильно сажать? Так вот, бегония всегда выпуклой стороной. Здесь будут корни сажаются вниз, вогнутой стороной вверх. Вот эта вогнутая сторона приводит к тому, что при неправильной посадке, при неправильном поливе, у вас в этой ямке скапливается вода. И в результате высоких температур и такой влажности у вас уже начавшиеся отрастать росточки могут погибнуть, загнить. Вот, да. Так вот, чтобы правильно посадить такую луковицу, у которой вот у этой луковицы небольшая вогнутость, а вот у этой луковицы очень большая ямка. Так вот, чтобы посадить, надо ее посадить не столько прямо, а вот как бы чуть-чуть наклонно, на предмет того, что если вода сюда попала, то она здесь не будет... Да, чтобы она стекла, эта вода. Вот тогда, значит, у вас будет гарантия, что все-таки она у вас здесь не загниет. Вот эту особенность луковиц, бегония, надо обязательно соблюдать. Правильная посадка. Посадка, что... Вот сейчас вы купили бегонию. Никаких никуда хранений, ее сейчас надо сажать. Сажать надо... Вот так берете горшочек, вот, и сажаете. Вот видите, вот эта луковица, она была посажена где-то порядка, наверное, 1 марта. Вот за 1 марта она проснулась, первый побег, вот видите, зазеленел, дал листочки. И обратите внимание, луковица-то вот, она наверху, она не засыпана, луковица. У нее корни образуются с нижней стороны донца, а вверх у нас не засыпан. Почему? Опять-таки связано с тем, что если у вас здесь попадет вода, то сейчас, пока молоденькие нежные побеги, они не загниют. Вот, и они спокойно, хорошо растут. Потом, когда они хорошо уже вырастут, и когда вы решите, что с этой бегонией делать, либо ее оставлять в горшке, и она у вас будет в горшке все лето расти постоянно, либо вы ее будете высаживать в клумбу, как бордюрное растение, как отдельное ландшафтное растение, значит, то тогда, значит, вы при высадке в клумбу вы высадите ее на 2 сантиметра глубже, чтобы у вас вот эта луковица была на 2-3 сантиметра засыпана землей. Если вы ее, вот эта луковица посажена для пересадки, видите, край горшка маленький, здесь подсыпать нечего земли. А если вы будете высаживать луковицу с тем, что она будет у вас в горшке стоять постоянно, значит, вы должны ее посадить так, чтобы в дальнейшем, когда она начала расти, сможете подсыпать земельку на 2 сантиметра больше, чем саму край луковицы. То есть глубже сажать эту земельку. Вот так вот сажаются два варианта выращивания такой вот бегонии. Бегония клубневая еще называется садовой розой. Она действительно как роза цветет. Все лето цветет. Очень красивые, очень виды разные. Вот обычные бегонии, как роза, они бывают разных цветов. Смотрите, красная, желтая, вот такая вот, вот такая вот. Ну, есть еще белая, есть розовая. И видите, вот эти, вот эти сорта, они как розы. Вот как розы. Высота у бегонии зависит от освещенности. Вот такой вид бегонии Монмарата, она, видите, пестренькая, белая с пестрым. А вот такая вот бегония, это вообще как роза, смотрите, с краешки, с беленьким, форма розы. Есть еще бегонии такие гвоздичного типа. Ну, прям совсем гвоздичка и все. Вот такая вот бегония. Бегония бахромчатая, а не моновидная. Тоже вот краевые лепестки ровные, а внутри вот эта вот бахрома, как у гвоздики. Вот. Есть еще это все бегонии крупноцветковые, значит, и прямо стоячие. То есть если у этих бегоний вырастает вот такой вот побег вот такой высоты, и на нем все лето появляются и появляются эти бутоны до глубокой осени. Она как начнет цвести у вас с мая месяца и до ноября она вся в цвету. Изумительное растение. Но есть еще бегонии, которые мы называем ампельные. Значит, это бегонии, которые, значит, у них более мелкие цветки, не такие розы большие, более мягкие кисти побеги, и они как бы свисают. Вот если она в горшке, она вот так вот свисает, у нее свисают эти вот многочисленные цветки, и смотрится, особенно в кашпо, ампельные бегонии изумительно смотрятся. Ампельные бегонии все-таки в открытый грунт сажать мало смысла, потому что она вот так не спадает, падает и ложится на землю и может загнить. Ампельные бегонии лучше всего все-таки сажать в горшки или в кашпо. Вот. Еще, значит, особенность бегонии такая, что так как у него вот луковица вот такая, очень нежные корни вот на этом дне, то ей не нужен горшок очень глубокий. То есть диаметр горшка, размер кашпо, может быть, глубина равняться диаметру, или даже диаметр больше, чем глубина. То есть не нужно очень глубокое кашпо для таких бегоний. Вот. Потому что у нее не надо ей такие мощные корни. Земля должна быть обыкновенная, нейтральная, значит, в меру удобренная. Заливать, значит, удобрениями нельзя. Мочевинкой пользоваться на бегониях не рекомендуется, иначе она у вас будет израстаться, уходить в лист, а цветения будет мало. Поэтому обычные комнатные комплексные удобрения, и ничего особенного ей не надо. Вместо посадки. Солнечная или тень? Вот это вопрос. На прямом солнце, на таких голых, открытых солнечных местах, бегония будет расти. Но она будет низенькая, она будет цвести, и она будет все-таки страдать от прямых солнечных лучей. Полностью в тени, и даже в полутени, в тени она не будет расти, в полутени она будет расти, но вытянется, станет высокой, цветение будет нормальное, хорошее. Но лучше подобрать такой вот режим, чтобы, допустим, с утра солнце, свет, а после обеда, когда будет полуденная жара, после обеда, пусть будет какая-то тень от дерева, от кустика, от здания какого-то, тогда она будет, это максимально благоприятное условие в открытом грунте. Вот сорта лилий различаются на несколько видов. Самые, ну, зимостойкие, это азиатские гибриды. Они, конечно, попроще, вот такого вот плана азиатских гибридов. Они тоже очень много разноцветия, очень много формы. Есть вот форма, вот видите, широкий лепесток, есть форма узкий лепесток, есть форма лепесток вот такой загнутый. Есть цветовая гамма абсолютно разная, от многоцветковых, как вот здесь, до однотонных, значит, Общая характерность азиатских гибридов высокие, азиатские гибриды, и они, как правило, бульбоносные. Что значит бульбоносные? Лилия выгоняет стволик, на стволике листья, наверху макушка, набираются много-много зачатков цветов, они цветут. А вот детки у азиатских лилий располагаются в пазухах листочков, черными такими бульбочками вырастают, вот поэтому их называют бульбоносными. Дальше пошли у нас от гибриды. От гибриды, это и еще у нас логибриды, они тоже очень зимостойкие. Ну вот у них цветочки уже несколько другого плана. Видите, какие лилии красивые такие, широколистные, размер цветка большой у них. И поэтому они выдерживают морозы даже до минус 40, но при правильной посадке, по которой мы скажем чуть позже. Следующие гибриды, которые мы очень любим, которые нам очень нравятся, но, к сожалению, они очень теплолюбивые. Восточные гибриды. Восточные гибриды ароматные, пахучие, огромные цветки, невысокие. И эти гибриды, конечно, нуждаются в укрытии, так же, как и зимой. Мы укрываем розы. Точно так же нуждаются восточные гибриды в укрытии. Точно так же красивые лилии и очень ароматные. Но аромат такой, если у восточников такой нежный аромат, то трубчатые лилии, если у вас хоть одна трубчатая лилия зацвела на участке, у вас даже в самом дальнем углу сада будет очень сильно пахнуть. Они имеют огромный, ну, такой резкий такой запах, эти трубчатые лилии, красивые, высокие. У них лилия начинается, как вот мы говорим, вот труба. Вот начинается вот отсюда, как бы труба, а потом открывается. Вот длина этой трубы может быть до 12 сантиметров. Представляете, вот такая вот труба, и вот так раскрывается лилия. Очень красивые тоже бывают и желтые, и розовые, и красные, и оранжевые. Вот, смотрите, вот здесь мы желтые показали, вот смотрите, какая сиреневая это все, трубчатые лилии. Еще у нас лилии, новое поколение лилий, так называемые махровые лилии. Как видите, это уже не колокольчики, это вот такие вот лилии, они вот так располагаются. Внутри еще несколько лепесточков, тоже махровые лилии, тоже бывают разных цветов. Сейчас очень много уже селекционеры вывели их. Запах у них есть, но небольшой тонкий такой аромат у махровых лилий нежный, красивые лилии. Вот это мы вам сказали о видах лилии. А теперь о самой лилии. Вот что такое лилия. Это, значит, если у нас с вами в бегониях была плотная луковица, то вот здесь набор чешуек и корневая система. Вот. И вот, смотрите, из этих чешуек вылезает уже побег на сегодня. Вот эти вот чешуйки, вот, они особенно при хранении не должны сохнуть. Вот эта лилия очень хорошая, здоровая, крепкая лилия, нормальная. Значит, но если лилию ел трипс или, значит, неправильно хранилась, то нарушенные чешуйки уже подсохшие, сильно подсохшие. Луковица такая вялого состояния, вот. А если ел трипс, то она, видно, как она, вот, как бы покусанная лилия. Когда покупаете лилии, обращайте на это внимание. Обращайте на это. Желательно, конечно, покупать крепкую, здоровую луковицу без всяких вот признаков заболевания. Но если какой-то уникальный сорт, который, значит, редко продается, а вам очень этот сорт хочется, а луковица не вполне соответствует, значит, внешнему виду, такую луковицу можно взять, но вам придется с ней заниматься. То есть, если подсохшая луковица, вам ее придется замочить в питательном растворе. Можно в гуминовых удобрениях, можно в НВ-101, в эпине. Даже в корневине на 2-3 часа, чтобы она, как бы, впитала в себя раствор. После этого надо ее, конечно, посадить. Если еще время не наступило для посадки в открытый грунт, значит, сажаете в горшок. Лилия совершенно спокойно в горшке начинает расти. Но вот тут при посадке в горшок лилии надо учитывать, в отличие от бегонии, что диаметр горшка должен быть в 2 раза меньше глубины горшка. Потому что корневая система у лилии растет вниз. И вот если вы в такой горшок посадите, это маловато глубина. Надо чуть-чуть поглубься вот этот горшок для лилии. Если вы купили вот такую лилию, вот в таком состоянии сейчас, до посадки далеко, вы берете влажный кокосовый субстрат или мох, или торф, в него, значит, опускаете эти лилии, укладываете лилии в мешочек или в коробочку, и в холодильник, на нижнюю полку холодильника. И у вас они там дома и месяца совершенно спокойно пролежат, в рост не тронутся и будут, не потеряют ни тургор, ни высохнут, ничего. Это вот так хранение лилий, которые сейчас покупаются. Вот. Дальше посадка. Когда вы будете сажать лилию, очень будьте внимательны. Золотое правило. Глубина посадки от донышка до поверхности почвы не менее трех диаметров луковицы. Вот смотрим, если вот здесь у нас с вами 4 сантиметра, так, 4х3 – 12 сантиметров. Значит, вот от донышка этой луковицы до поверхности при посадке должно быть не меньше 12 сантиметров. Не бойтесь, что это, мол, глубоко. Вообще вот такую луковицу надо сажать на 15 сантиметров. Вот. Для чего, с чем это связано? Уходит луковица от лишнего промерзания, она глубоко. Весной, пока начинается таяние земли, потепление, луковицы уже просыпаются, начинают идти. Но пока она пройдет эту глубину, весенние заморозки уже пройдут. И получается, что макушка лилии, вот эта вот макушка, не попадет под заморозок. Если макушка лилии попадает под заморозок, вы цветения не увидите. Цветочные почки просто погибнут, еще даже не распустившись. Поэтому нужна такая глубина посадки луковицы. При посадке за последнее время, мы, значит, два у нас, две проблемы. Это гниение, значит, корневое донца и трипсы. Трипс наш самый главный вредитель луковичных цветов. И бегоний, и лилий, и гладиолусов, и георгинов. Последнее время мы попробовали несколько, уже года три, так называемый престиж, который применяется на картофеле. Он двойного действия и от вредителей, и от, значит, грековых заболеваний. Вот на престиже за два года мы на гладиолусах, бегониях и лилиях не имели ни одной заболевшей луковицы и забыли, что такое трипс. Очень великолепно. А тем более, что нам его не кушать, ну и пусть будет защита действия на престиже с 60 дней от момента обработки. И поэтому, в общем-то говоря, для цветения это очень хорошо. Но обрабатываем престижем перед посадкой. Перед посадкой разводим и, значит, делаем. Те же лилии, которые у вас сидят уже, значит, в земле, а хочется их защитить, их можно просто весной, когда только выйдет головка, полить престижем из расчета 1 мл на литр воды. И этого будет достаточно для того, чтобы защитить уже сидящие в земле прошлогодние луковицы. А новая посадка вы сразу обрабатываете по инструкции, как на картофель. Вот такая защита очень на сегодняшний день, ну, реально помогает в защите наших луковиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова